Добрый день, дорогие харьковчане и гости нашего города! Мы ведем наш репортаж из Свято-Благовещенского кафедрального собора, где в эти минуты началось торжественное праздничное богослужение, посвященное памяти святителя Милетия, архиепископа Харьковского и Ахтырского, дивного святого, который оставил благодатный и прекрасный след в истории нашей Церкви. Сегодняшнее богослужение возглавляет высокопреосвященнейший Ануфрий, митрополит Харьковский Богодуховский. Сейчас мы видим его входящим в собор. Ему будут сегодня сослужить духовенство Харьковской и Изюмской гепархий. И мы видим, как много духовенства сегодня в храме, практически все настоятели городских храмов. И очень многие приехали сегодня, как я уже сказал, из Изюмской гепархии. Совсем недавно в нынешней Изюмской гепархии входила в состав Харьковской. Поэтому традиционно многие священнослужители уже привыкли в этот день приходить в Свято-Благовещенский кафедральный собор, чтобы вместе соборно возвести молитву к Богу, молитву к святителю Милетию, помолиться о богохранимой стране нашей, помолиться о мире, о воцарении мира на нашей многострадальной земле, помолиться о народе православном и спросить представительством святителя Милетия у Господа Бога все потребное нам в нашей жизни, ко спасению душ наших и ко всему, что нам содействует по спасению. Сейчас высокопресеченнейший Ануфрий направляется как раз к раке мощей святителя Милетия. Сегодня мы будем говорить об этом святом, будем говорить об истории его прославления, ибо имя его связано с именем выдающегося пастыря церкви, недавно почившего в Боге высокопресвященнейшем Никодиме, митрополите Харьковском и Богодуховском. Именно с ним связана история прославления святителя Милетия, с ним связана целая эпоха, которая произошла в нашей церкви. еще с далеких времен времен гонения на церковь. Сейчас читаются так называемые входные молитвы, которые призваны к тому, чтобы подготовить священнослужителей к совершению предстоящей службы главному церковному богослужению Божественной Литургии, за которой воспоминается новозаветная история, воспоминается Рождество Христово, воспоминается его земной путь Спасителя нашего. И, конечно же, вспоминается его крестное страдание, смерть и воскресение. То есть люди, которые изучают Божественную Литургию, изучают его смысловые, знаковые подтексты. Этим людям хорошо известно как дивна Литургия. И во время ее в самом деле происходит вот такое воспоминание в образах, в молитвах, в символах. Действительно вспоминается вся новозаветная история. Ну и самое главное это то, что за Божественной Литургией происходит в Таинство приложения вина и хлеба в истинные тела и кровь Христа Спасителя. То есть совершается Таинство Божественной Евхаристии, то есть Таинство Благодарения. И именно на Литургии воспоминается Тайна Вечеря. И вот тут она уже вспоминается не столько в символах и образах, сколько самым натуральным, самым реальным образом. Действительно верующие уподобляются апостолам, которые на Тайной Вечере вкусили Божественное тело и кровь своего Божественного Учителя Христа Спасителя. И это происходит каждый раз за Божественной Литургией. Божественной Синоди Украины Украинской Православной Церкви под главованием Преосвященщего Метрополита Одесского Измаилевского Агафангела таемным голосованием из числа своих постельных членов Синода было пообрано местоблюстителям Киевской Метрополитической Кафедры Преосвященщего Онуфрия Метрополита Чернівецького и Буковинского. Имя Местоблюстителя Киевской Метрополитической Кафедры подносите за богослужением в усих храмах и монастырях Украинской Православной Церкви за наступной формулой О Господине и отце нашим Блаженщим Владимире Метрополитике Киевской Украине и о Господине нашим Високоприосвященщим Онуфрии Метрополитике Черновицком и Буковинском Местоблюстителе Киевской Метрополитической Кафедры Так решил Синод потому что Блаженщий Метрополит Владимир сейчас болеет чтобы решать дела нашей Церкви был избранным местоблюстителем Киевской Метрополитической Кафедры Метрополит Черновицкий и Буковинский Онуфри Много и благого лета Только что было засчитано но в общем-то очень важное постановление Священного Синода Украинской Православной Церкви решение которое было принято вчера 24 февраля на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви который проходил под председательством Метрополита Одесского и Измельского Агафангела Значит было принято постановление констатировать что в связи с состоянием физического здоровья блаженнейшего Метрополита Владимира и в силу невозможности в дальнейшем управлять Церковью вот в силу его состояния здоровья то на основании Устава об управлении Церковью в частности 5 раздела 14 пункта вот в котором как раз обозначены причины которые делают невозможным выполнение Метрополитом Киевским и всей Украины обязанностей предстоятеля Украинской Православной Церкви на основании этого тайным голосованием было принято решение выбрать местоблюстителя Киевской Метрополитической кафедры им был тайным голосованием избран высокопресеченнейший Ануфрий Метрополит Черновицкий и Буковинский но надо сказать что очень известный очень известный архипастырь Украинской Православной Церкви который себя показал еще в начале 90-х годов очень таким деятельным активным и бескомпромиссным борцом с ирконами расколами на Украине именно тогда он выразил поддержку поддержку дальнейшей связи Украинской Православной Церкви с московским патриархом отказавшись принять автокефалию и в дальнейшем принял очень активное участие в историческом архиерейском Харьковском соборе 27-28 мая 1992 года который избрал нового предстоятеля Украинской Православной Церкви блаженнейшего митрополита Владимира тогда еще митрополита Ростовского вместо отлученного от церкви бывшего предстоятеля украинского экзорхата митрополита Филарета исторический собор который положил совершенно новое развитие Украинской Православной Церкви сохранив ее от губительного раскола сохранение с каноническим единством с московским патриархом теперь вот этот человек митрополит Ануфрий назначен выбран точнее выбран местоблюстителем киевской 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 митрополии Ну а у нас сейчас происходит облачение правящего архиерея Харьковской Богодовской партии Высокопресвященщего Ануфрия и подиаконы облачают владыку специальные архиерейские одежды каждая из которых как и все церкви имеет глубокий сакральный смысл и на каждый вид надеваемой одежды считаются особенные молитвы которые служат прежде всего напоминанием самому священнослужителю ибо эти молитвы считаются также и во время надевания всех священческих одежд и они призваны прежде всего напомнить служащему священнослужителю о его служении то есть о значимости его служения святая церковь как мы знаем представляет собой таинственное продолжение жизни Христа как об этом сказано в священном писании церковь есть тело Христово живое тело Христа где каждый крещеный человек является частью клеточкой этого тела все мы называем друг друга братья и сестры потому что мы действительно по духу единосущны друг другу по во Христе все мы составляем единое церковное тело в котором дышит дух святый все мы причащаемся от единой чаши независимо от того где находится храм находится ли он здесь в Харькове находится ли он в Смоленске находится ли он Хельсинки или где-то в странах Африки ибо там тоже есть православные храмы во всех храмах евхаристической чаши верующим преподается одна и та же кровь Христа Спасителя поэтому мы называемся братьями и сестрами едиными во Христе и вот святая церковь и представляет собой вот это вот таинственное продолжение жизни Христа поэтому каждый народ конечно по-своему переживая евангельские истины налагает на эти истины свой собственный отпечаток который сложился в силу культурных традиций в силу исторических традиций но наиболее полно вот этот вот отпечаток служения Христу он конечно же осуществляется угодниками Божьими благословенно царство отца и святого звучит начальный возраст литургии оглашенных возраст который означает что во имя Пресвятой Троицы будет производиться все осуществляемые на литургии действия молитвы в этот момент протодиакон произносит великую или как ее еще называют мирную тенью за которой упоминается святая церковь молимся мы о единении святых божьих церквей предполагая под этим врачевание действующих в стране расколов церковных упоминается церковная иерархия вот сегодня мы как раз впервые услышали за божественной литургии упоминания митрополита Ануфрия мистоблюстителя киевской митрополитчей кафедры отныне за каждой божественной литургией будет упоминаться не только блаженящий митрополит Владимир но и вчера выбранный священным синодом мистоблюститель киевской митрополии также мы слышим как возносят сопрошения о православных властях воинстве народе церковь молится о каждом городе о каждом населенном пункте о каждом человеке живущем в самых дальних уголках нашей родины молимся мы о том чтобы Господь даровал хороший урожай плоды земные о том чтобы сохранил страну нашу от губительного погетрия молимся о плавающих путешествующих болящих страждущих скорбящих то есть ни одна сфера человеческой жизни не остается вне внимания церкви обо всем она молится обо всем ходатайствует христа кто же святые люди память одного из которых мы сегодня совершаем прежде всего святые люди это те праведники которые угодили Господу своей верой и своими делами как об этом говорит апостол Иаков в своем послании говорит о том что вера содействовала делам его то есть делам святого человека и именно делами вера достигла совершенства то есть святой человек стремится соединиться с Господом с источником бытия он ищет преображение жизни к Богу вот такой и была жизнь святителя Милетия Леонтовича надо сказать что для людей светских которые возможно это имя слышат впервые или не очень много знают об этом человеке вот надо сказать что именно с именем святителя Милетия связано открытие знаменитого Харьковского государственного университета имени Каразина открытого в 1805 году при самом активном и непосредственном участии святителя Милетия святитель Милетий в миру Михаил Иванович Леонтович родился 19 ноября 1784 года в селе Старой Санжары которые расположены как мы знаем на юго-западе от города Полтавы и вот вся его жизнь являет пример удивительного благочестия университета благословен славы благочестия нашего родица и святого Мария со всеми святыми породуши сами себе и друг и живут благочестия будучи еще подростком в раннем возрасте в возрасте 10 лет будучи святитель закончил Полтавское преподавское училище кстати закончил успешно и тогда ему было всего 12 лет а для продолжения учебы он поступил в Екатеринославскую семинарию которую окончил в 1808 году также был там одним из лучших воспитанников семинарии и в виде такого поощрения был отправлен на продолжать учебу продолжать свое духовное обучение уже в Петербурге в Александра Невской духовной академии ее он закончил в августе 1814 года закончил кстати по первому разряду со степенью магистра и был начальством академии определен бакалавром греческого языка в той же академии и надо сказать что в дальнейшем в начале ставил его на руководящей должности в самых разных учебных заведениях и везде он оставлял огромный духовный след как в истории учебных заведений так и в душах их воспитанников в январе 1816 года Михаил Леонтович подал прошение своему академическому начальству с просьбой принять монашество вот я помню что я когда читал житие святителя милетия помню что это решение было принято им осознанно но встретила очень большое сопротивление со стороны его матери которая видела его совсем другим она не видела его монахом она по каким-то причинам очень боялась монашества и очень долго его отговаривала и вот это вот принятие монашества получение благословения его матери на то чтобы она благословила его на монашество оно было очень трудным оно было очень болезненным впрочем как и во все времена когда дети выбирали путь деятельного служения Богу служения церкви родители они сейчас встречали сопротивление родителей так всегда было действительно служить Господу настолько ответственно что нужно готовым быть всегда в любую в любую минуту даже в мирное время пострадать за Христа и конечно же родители которые хотят своим чадом чисто мирских благ они конечно часто противятся этому и в общем-то редчайшие случаи когда родители благословляли своих детей на монашество ну и скажем так спокойно или даже с радостью к этому относились это огромнейшее огромное это скорее исключение чем правило поэтому прошло долгих четыре года прежде чем его желание стать монахом принять монашество осуществилось 30 июля 1817 года Михаил Ленкович был переведен из Петербурга в Киевскую духовную семинарию на должность инспектора и профессора церковной истории и греческого языка с этого момента жизни будущего архипастыря началась в общем-то новая жизнь которая была полна новых забот трудов и беспокойства но и среди всех этих трудов и повседневных забот связанных и с учебным процессом и с духовным воспитанием семинаристов Михаил Ленкович готовился и к личному торжествую принятию монашества и вот 24 февраля 1820 года как раз накануне памяти святителя Милетия Антиохийского состоялось пострижение в монашество Михаила Ивановича Ленковича с именем Милетий И в общем спустя небольшое время монах Милетий был посвящен в сан-иро-диакона а через два дня уже и в сан-иро-монаха то есть священника в монашеском чине но надо сказать что в должности инспектора Киевской духовной академии и романах Милетий пробыл сравнительно недолго чуть больше года и уже в августе 1821 года он получил назначение на должность ректора Могилевской духовной семинарии и уже будучи на этом посту вскоре был возведен в сан-архимандрита с этого времени начинается его самостоятельная педагогическая и административная деятельность много предметов разных преподавал на протяжении всей своей жизни святитель Милетий а вот в Агилевской духовной семинарии и романах Милетий преподавал догматическое пастерское богословие а также церковную археологию надо сказать что церковь именно церковь и священнослужители монашествующие дали основу абсолютно всем отраслям науки всем ее направлениям честно говоря диву дается когда читаешь о том как развивалось то или иное научное знание всегда в основании того или иного научного знания обязательно стояли монашествующие или священнослужители разных государств разных народов но тем не менее именно церковь которая впервые за долгие долгие столетия возможно даже тысячелетия отбросила множество языческих суеверий отбросила восточную эзотерику отбросила ложное знание о мире и собственно церковь она инициировала и начала ту сферу которую впоследствии называли естествознанием то есть изучая мир изучая мир церковь призывала познавать премудрость сотворившего этот мир премудрость творца об этом можно почитать много литературы по этому вопросу есть и можно в общем-то почитать о том кто именно был родоначальником той или иной науки но вообще для людей скажем так которые были воспитаны еще советской школой особенно школой скажем так вот 30-х 40-х 60-х годов для них вообще как бы было бы думаю удивительно услышать о том что уже в Библии причем в Библии Ветхого Завета за многие тысячелетия до Рождества Христова и тем более до развития современной науки уже были положены точнее были описаны те законы которые были открыты тысячелетия спустя атеисты которые может быть и в руку книгу не брали Библию вот они дерзали говорить о том что церковь верит в то что земля плоская что она покоится на трех слонах а те покоятся на какой-то большой рыбе вот они которые говорили о том что церковь учит своих верующих к тому что солнце вращается вокруг земли и многие другие басни и нелепицы все это опровергалось опровергалось в книгах священного писания в книгах Ветхого Завета повторяю еще до за тысячелетия до того как были открыты разные законы например еще в книге пророка Ездры было сказано о том что земля шар там так и была такая фраза написана что на земном шаре вот о том что воздух имеет вес то есть собственно говоря скажем так вопрос об атмосферном давлении был затрудниче в книге Иова когда Иова говорил что он ветру полагал вес то есть он господь ветру полагал вес это было сказано еще в сущности не знаю даже почитать сколько веков до открытия этого закона итальянским физиком Торричелли если не ошибаюсь атмосферное давление было открыто лишь в конце 19 столетия но за сотни веков до этого уже в Библии значилось об этом упоминание но и многие другие вещи которые сейчас как-то не стоит пока говорить как бы чтобы не отвлекаться нам от основной темы вот но прежде всего я затронул этот разговор сейчас как бы такую вставку мы сделали для того чтобы подчеркнуть что нет ничего удивительного что святитель Милетий преподавал наряду с чисто церковными дисциплинами преподавал еще казалось бы чисто научное знание то есть он повторяю преподавал Могилянской академии археологию ректором могилевской духовной семинарии архимандрит Милетий пробыл тоже недолго два года но за это сравнительно короткое время заслужил всеобщее уважение к себе любовь и звание доброго святого прекрасного человека вот так о нем пишут его современники воспитанники семинарии вообще по жизни святитель Милетий был идеалом кротости незлобия правды и ко всем благожелания благожелательности в августе 1823 года архимандрита Милетия ожидала новое назначение уже как зарекомендовавшего себя мудрым педагогом и администратором и церковное священначалие перевела его на должность ректора Псковской духовной семинарии которая на тот момент была достаточно жалком весьма запущенном состоянии ну и конечно одно из самых важных событий в его жизни состоялось 4 декабря день великий праздник введения во храм Пресвятой Богородицы а именно 4 декабря 1826 года в Киево в Софийском соборе он был посвящен в сан епископа ну а епископское служение оно невероятно тяжело для человека который носит это служение таким же тяжелым оно было и трудным у святителя Милетия тем не менее вот надо сказать что святитель Милетия это был тот тоже достаточно редкий случай когда власть не портит человека то есть находясь на в общем-то высоком церковном посту сане епископа святитель Милетий был невероятно прост с людьми принимал всех людей независимо от их звания вот часто принимал у себя дома принимал поэтические всех ласково просто и приветствуя их таким характерным приветствием спасайся или спасайтесь если это была скажем делегация вот таким было интересным приветствием у святителя Милетия поэтому конечно всегда было много желающих послушать его теплые слова полны христианской мудрости и назидания ну и надо даже сказать что несмотря на то что святитель Милетий занимал достаточно высокий административный и духовный пост он также совмещал свое такое чисто внешнее служение с подвигами поста и молитвы он был очень большим молитвенником и есть воспоминания его современником о том что святитель Милетий обычно ложился спать не раньше трех часов утра до этого времени он занимался не только письмами которые обильно приходили к нему и он отвечал на них но также подолгу молился вверенной ему епархии вверенным Господом ему дел был большим молитвенником а уже рано утро вставал на божественную литургию то есть пал святитель Милетий очень мало но настолько был этот человек духоносен настолько он был живым подвижным настолько он был что называется напитан духом святым что это давало ему силы много работать много молиться поститься и при этом достаточно мало спать причем вот время великого поста кстати к которому мы сейчас неуклонно приближаемся в существе сейчас идет так называемая сырная неделя воскресенье это была у нас масленица и вот уже со следующего понедельника со 2 марта начинается великий пост ну так вот время великого поста святитель Милетий проводил особенно строго а во время страстной недели он все время проводил в молитве и почти без пищи при этом он всегда старался свои подвиги скрывать от окружающих чтобы не избежать похвалы и тем самым сохранить свою душу от скажем так от помыслов тщеславия сейчас мы вот как раз нам показывает оператор раку с мощами святителя Милетия к нему тут стоит длинная очередь и постоянно подходят люди прикладываются прикладываются к мощам спрашивая себе ну все то что человек хочет попросить у святителя для которого Харьковская кафедра стала последней и родной святитель Милетий с истинно отеческой любовью заботился о ближних каковыми он считал всех своих посомых особенно он заботился о бедных вдовах сиротах очень тайно очень часто он тайно поручал раздавать щедрую милостыню по субботам и под большие праздники и часто лично посещал заключенных в тюрьмах в темницах там он их утешал наставлял и в общем-то достаточно часто служил в тюремной церкви в апреле 1828 года святитель Милетий получил назначение на пермскую кафедру и стал готовиться в дорогу то есть область которая находилась в нескольких тысячах километрах от места его служения можно себе конечно представить что значило в то время собираться в столь дальний путь ехать в страну совершенно неведомую тогда не было сами понимаете никакого там радиосообщения не было никаких средств коммуникации поэтому узнать о том что там как там какая там ситуация это было просто невозможно поэтому представьте себе чувство человека представьте себя даже себя на месте сетеля Милетия когда вам говорят покинуть достаточно благоприятный благоприятный город и ехать в совершенно неведомую страну с неведомым народом где который тоже нужно окормлять ну а дорога в далекую страну заняло три месяца сейчас это занимает не более чем двое суток скажем добраться из города Могилева Могилева до Перми это занимает не более двух суток если ехать поездом самолетом разумеется это речь о нескольких часах а вот во времена святителя Милетия в 1828 году это заняло три месяца и вот в июле 1828 года святитель Милетия прибыл в город Пермь и практически целый год он занимался чисто внутренними и партийными делами готовился к ознакомлению с приходами в веренной ему епархии и лишь весной 1929 года он отправился на обозрение своей огромнейшей епархии во время ну если можно выразиться ревизии приходов он вникал во все подробности приходской жизни то есть старался по возможности максимально близко узнать свою паству служил в приказских храмах назидал увещевал раскольников кстати которых в пермской епархии было очень много поэтому скажем о том что на духовном пути святителя Милетия очень важное место занимает именно борьба с расколом сейчас мы послушаем чтение Евангелия и потом продолжим нашу беседу о святителе Милетии архиепископе Харьковском и Ахтырском память которого сегодня совершает православный мир ну а поскольку мощь святителя пребывает в святоблаговечном кафедральном соборе то сегодня это один из больших епархиальных праздников праздник храм и наружу и его и внуши слух и и и и и и и Песня. 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 Итак, мы продолжим наш рассказ о праздновом сегодня святителе Милетии Рентовичи. архиепископе Харьковском и Ахтырском. Итак, мы сказали уже о том, что он был отправлен на Пермскую кафедру, совершал, часто совершал инспекторские поездки по приходам, вникая во все стороны приходской жизни, максимально стараясь помочь каждому приходу. И вот скоро слух о его доброте и о его подвижнической жизни быстро разнесся по всей епархии, поэтому везде его встречали с радостью. И, в общем-то, многие, есть такие свидетельства о том, что уже при жизни многие почитали его как святого. И так, как уже было сказано, очень большую часть его жизни, важное место его жизни занимает борьба с расколом. В Перми раскольников было очень много. Прошло совсем небольшое время, когда, времени с того момента, когда русскую православную церковь потряс раскол, который впоследствии назовут Старообрядческим. И вот в борьбе с этим расколом свидетель Милетий весьма преуспел. Он много общался с раскольниками, выразумлял, и очень многих обратил их обратно в луна православной церкви. Конечно, самому ему было очень трудно справляться с таким огромным объемом просветительской работы, поэтому нужны были для этой цели весьма опытные миссионеры. А их, конечно, не хватало, как не хватало, впрочем, и самых простых рядовых священников. Многие приходы долгое время вообще оставались в то время без пастырей, и поэтому свидетель Милетий обратился в Синод с просьбой призвать ему хотя бы нескольких миссионеров, что, в общем-то, и было сделано. То есть по решению Священного Синода Русской Православной Церкви была организована миссия в составе шести протеереев, которые хорошо могли проповедовать и вести миссионерскую деятельность на далекой Пермской кафедре. О том, насколько успешна была миссия, говорит такой факт, что очень за короткий срок православная миссия во главе с святителем Милетием обратила в луно-православной церкви около двух с половиной тысяч раскольников. Это огромнейшее число, опять же, учитывая, что в то время не было средств массовой коммуникации, и что означает это обращение такого огромного количества числа заблудших от коложести от церкви людей? Это означает, что с каждым была проведена индивидуальная работа, причем это, сами понимаете, как это не было, вот как бы едино... Убийственную смутину в Украине убиены, их же имена писал Господь висит, и а ежи проститеся им сякому прегрешению, воля на уши... сейчас была, вот, кстати, сейчас произносится так называемая заупокойная экиния, за которой упоминаются усопшие православные христиане, и, в частности, сейчас было произнесено прошение о упокоении людей, которые погибли во время событий, которые имели место прежде всего в Киеве. К сожалению, все мы сейчас переживаем наверное, самую трагическую историю новейшей Украины, когда на территории некогда спокойного государства произошел мятеж, сопровождаемый колоссальными людскими жертвами, разрушением города, столицы. В общем, тяжело об этом говорить, и, честно говоря, не хочется. Мы молитве напоминаем всех усопших, всех невинно убиенных. Очень много киевлян пострадало, в самом деле, невинно, оказавшись жертвами произвола, жертв безвластия. Очень много случаев, о которых мы даже не знаем, потому что официальные СМИ предпочитают о таких случаях умалчивать, но, к сожалению, мы знаем очень много, поэтому, еще раз говорю, очень тяжело об этом говорить, и поэтому не будем сегодня отвлекаться. поговорим о святом, поговорим о великом подвижнике, который очень много сделал, в частности, и для умерения враждующих людей, потому что церковные расколы всегда очень большую смуту посевают в обществе. В общем-то, мы знаем, что религиозные войны они всегда самые кровопролитные, самые страшные, самые бескомпромиссные, поэтому чтобы уврачевать раскол, чтобы призвать раскольников к трезвомыслию, здравомыслию, вернуть раскольников в лоно спасительной канонической церкви, это всегда требует капитальных, колоссальных трудов, неимоверных усилий, поэтому вот те самые 2500 тысячи людей, которых удалось вернуть в лоно церкви, с которыми трудился свидетель Милетии, с несколькими миссионерами, можно себе только представить сколько было бесед, сколько было дней и ночей проведено с каждым из них, чтобы человек образумился. Давайте послушаем фару. 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 дискосом, на котором лежит особым образом приготовленный хлеб и чаша с вином, которые в этот момент переносятся с жертвенника на престол. Они символизируют шествие Господа Иисуса Христа на Голгофу, где он, сгибаясь под тяжестью креста, нес на своих израненных плечах, на своем израненном теле, на котором не было живого места от побоев, нес тяжелый крест на Голгофу и впоследствии был на плесте распят. Именно это шествие Христа на Голгофу символизирует то действие, которое называется Великий Вход. Вещества, приготовленные для Святой Евхаристии, вино и хлеб, во время евхаристического канона, Духом Святым прилагаются, в истинные телы крови Христа Спасителя и будут впоследствии преподаны как духовенству, так и верующим людям для причастия. Итак, в начале августа 1831 года, особый, кстати, год в истории нашего государства, как мы знаем, это был год так называемого польского восстания, когда начался, наверное, первая тенденция к расколу русского общества при императоре Александре II, который, к сожалению, привезли к себе польских чиновников. И самые, наверное, важные посты занимали именно поляки тогда, пост, министр образования, пост, ну, там целый ряд был высоких министров, вот, поэтому время было неспокойное на Руси, вот, и было неспокойно не только в центре империи, но также было неспокойно также и в Сибири. И вот в начале августа 1831 года последовал перевод святителя Милетти на Иркутскую кафедру, и одновременно он был при этом возведен в сам архиепископа. В этой неустроенной Иркутской епархии, естественно, сложная ситуация там была, вот, плюс там еще была также смута местная, поэтому епархия и люди были все в смятении. И вот, конечно же, можете представить, сколько сложных, неотложных, трудных дел ожидала на этой новой кафедре Иркутской святителя Милеттия. Но, однако, он и там своей кротостью, смирением, миролюбием, прежде всего, мудрой сдержанностью, тактичностью и особенно всепобеждающей терпеливостью. Он довольно скоро успокоил там смуту и умиротворил паству. Кстати, в назидание многим нашим верующим людям, надо сказать, что ни одно свое дело, самое, казалось бы, небольшое, святитель не начинал без молитвы. Начинал с молитвой и ей уже заканчивал. Вот, а все решения, был, кстати, нескор на вынесение решения, был рассудителен. Вот, и поэтому все решения выносил только после длительного размышления, рассуждения. Ну и на новом своем месте служения, на Иркутской кафедре, святитель очень большое значение уделял просвещению инородцев язычникам. Именно к ним, в отдаленные окраины Иркутской епархии, он направлял своих миссионеров, давал им наставления, советы, материальную помощь, интересовался их успехами. Иркутская епархия Святитель Мелитий находил время и силы для пастырских поездок по так же большой Иркутской епархии. Вот, как ни странно, в то время епархии были настолько огромны, что просто диву даешься, как архиерей мог ею управлять. Сейчас, конечно, тенденция идет как бы к дроблению епархий с целью более эффективного управления ею. Хотя, казалось бы, конечно, пусть удивляются, как раньше управлялись епархиями, которые занимали территорию нынешних трех, а то и четырех епархий, без телефонной связи. Но, естественно, всех остальных средств коммуникации не было в то время. Вот только лишь на лошадях, да, какой-либо такой чисто письменными какими-то уведомлениями, которые, бывало, неделями шли до епархиальных управлений. Конечно же, можно было представить себе, что степень реагирования, скорость реагирования была, конечно, крайне низкой. И, в общем-то, были случаи, когда во время своего служения один архиепископ мог побывать на отдельном взятом приходе раз во много лет. Бывали случаи, когда епископа не видели на приходах и 10, и 15, и даже 20 лет. Поэтому, конечно же, когда архипастер приезжал на приход для людей, это был не просто праздник, это даже, ну, я даже не знаю, с чем сравнить можно было. Естественно, весь народ, не только который проживал вблизи храма, но и в округе, он, конечно же, стекался к месту служения владыки. Это было по-настоящему колоссальное, торжественное всенародное торжество. Его, конечно, всегда ждали от архипастеря слова, ожидали слова вразумления, утешения, просвещения. И вот в обширной, не только в Пермской, но уже и в Иркутской епархии, когда был направлен носитель Милетий, он также находил время, чтобы побывать на самых дальних приходах Иркутской епархии. Причем, что интересно, что в состав Иркутской епархии входили достаточно дикие народы, язычники. Ведь именно там проживали тунгусы, буряты, камчадалы, островитяне, кажется, Курильских островов, алиутские жители. Вот, поэтому можете себе представить, как трудно было среди именно этих людей, которые никогда до святеля Милетия не слышали о Христе, проповедовать этому народу евангельские истины. Иркутской епархии на земле, которые трудно осмысливаются нашим немощным сознанием, когда хлеб и вино приложатся, ну, можно сказать, превратятся, оставаясь с виду хлебом и вином, изменят своё естество и станут истинным телом и кровью Христа Спасителя. Итак, послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Звучитавал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok То есть это были там такие приверженцы Диагетский тибетской религии И однажды они послали к святителю-убийцу Но, слава Богу, он был схвачен как раз на пороге пельи святителя. На протяжении четырех лет, не щадя своих слабых сил, святитель Милетич усердно, с полной самоотверженностью и горячей любовью окормлял Иркутскую епархию. Величие его духа, его внутренние глубокие качества его смирение, кротость, всепрощение, терпение, его благостность и любовь к обослужению привлекали и располагали к нему паству. Но, увы, неустанные труды, частые сердечные скорби, разные невзгоды, ну и, конечно, плюс суровый сибирский климат, конечно, сильно подорвали и без того слабенькое здоровье святителя. Поэтому он был вынужден подать прошение Священному Синоду с просьбой перевести его на одну из украинских губерний. Прошение было удовлетворено, и в июле 1835 года последовал указ о переводе святителя Милетия на слободскую украинскую кафедру в город Харьков. Некогда Харьковская епархия входила в состав Харьковско-Белгородской епархии. Это времена святителя Иосафа, епископа Белгородского, который одинаково почитается и в Харькове, и в Белгороде. Вот представьте себе, какого огромных размеров достигали епархии вот еще в начале 18-го столетия. Тогда это была единая епархия. Она находилась на территориях нынешней Харьковской и Белгородской области. Ну, а Харьков в то время, это была, в общем-то, территория, больше относящаяся к Российской империи. Ну, всегда это были приграничные, окраинные земли. Вот, в общем-то, поэтому, в общем-то, и епархия во времена святителя Милетия называлась Слободско-Украинская. То есть окраинная на Слободских, то есть свободных землях. Ибо прошло всего лишь не более двух столетий, как эти земли стали осваиваться осваиваться людьми, которые бежали от владычества Польши, бежали от униадского засилия на западных землях Руси, бежали на свободные земли, чтобы сохранить верность православию. И, оказавшись на этих свободных Слободских территориях, здесь они обустраивали себе поселения, строили себе храмы и веру свою защищали. Вот эти люди, мы знаем, как особая общность людей, которых местные племена, тюрки, называли кайсаками, то есть вольными людьми. Ну, именно от этого слова и произошло современное слово «казак», то есть вольный человек. Вот эти люди и находились, в основном они проживали на этих территориях во время носителя Милети, они здесь строили и расширяли свои города, защищали их. Интересное было время. Вот 14 ноября 1835 года святитель Милетий прибыл в Харьков и уже сразу в этот день в Успенском соборе совершил божественную литургию. В этот момент, точнее, с этого момента наступает время его духовного возрастания и началось духовное окормление им новой и последней его жизни епархии. Год спустя, а именно в феврале 1836 года, границы Слободско-Украинской епархии были несколько изменены и она стала называться Харьковской. А архиерей, то есть правящий архиерей Харьковской епархии, назывался архиереем Харьковским и Ахтырским. Кстати, 15 июля 1839 года в городе Ахтырке сегодня она находится на территории Сумской области, а ранее также, вот видите, она входила в состав Харьковской епархии. Так вот, 15 июля 1839 года в Ахтырке праздновалось столетие со дня явления там чудотворной иконы Божьей Матери, которая была названа Ахтырская. И святитель Милетий принял личное участие в этом торжестве. Надо сказать, что святитель Милетий служил очень часто, настолько часто, что до него, пожалуй, ни один харьковский архиерей так часто не служил, причем служение было его таким истовым, что создавало в душах присутствующих очень высокую, такую вот молитвенную настроенность. Глубокую веру в святителя, его горячую молитвенность видели и чувствовали все молящиеся в храме и всегда спешили в храм. И когда вот люди узнавали, в каком храме будет служить святитель, то со всего города они стремились попасть именно на его службу, чтобы как бы от него, ну, в хорошем смысле, заразиться этим вот молитвенным духом, горячей, проникновенной, искренней молитвой ко Господу. Поэтому, конечно, редкий был человек. Внешне он был достаточно тщедушным, слабеньким здоровьем, вот, но в то же время колоссальной силы духа, колоссально высокого, глубокого ума и ревности. Поэтому, воистину, прославляя таких людей, Церковь исполняет слова апостола Павла о том, что мы, христиане, обязаны подражать вере и жизни их. Как говорил апостол Павел сам о себе, «Подражайте мне, как я Христу». Поэтому жизнь святых людей – это было неуклонное и постоянное подражание Христу, желание максимально впитать, напитаться Его нравственными качествами, Его духовной высотой и глубиной. И, разумеется, к этому признан каждый из нас – подражать подвигу святых людей, подражать их молитвенности, их духу, их силе и крепости, которые ни в каких ситуациях, ни в каких исторических условиях никогда не шли на компромиссы там, где на компромиссы идти было нельзя. То есть там, где вопрос стоял о том, быть в церкви или разделиться, остаться верным канонической церкви или уйти в раскол, вот в этих вопросах мы, христиане, не имеем никакого права идти ни на какие компромиссы. Компромиссы возможны в жизни политической, в жизни гражданской, но в религиозной жизни есть такие вещи, где компромисс просто невозможен. Все мы помним слова, грозные слова Христа о том, что кто постадится меня и моих слов вроде всем прелюбодеянным и грешным, того и я постажусь перед Отцом моим небесным. И кто постадится исповедовать меня в роде всем, того и я постажусь исповедовать перед Отцом моим небесным. То есть верность Христу является обязательным залогом и основанием того, чтобы Христос принял нас в свое царство. И допустил быть вместе с Ним. Поэтому ни под какими предлогами, самыми благовидными или так называемыми дипломатическими предлогами невозможно изменить Христу, невозможно отречься от Него даже одними словами. Потому что некоторые, в общем-то, были в истории, много таких было людей, которые говорили так, ну я, по-видимому, так сказать, внешне я от Христа отрекусь, а внутренне, конечно, да, я буду Ему как бы там верен, я буду служить Ему. Так вот это вот в лучшем случае это недоразумение, а в худшем это откровенное лукавство. Дело в том, что служение Христу требует и внешнего, и внутреннего, и оно абсолютно нераздельно. Если мы верну Господу нашему, оно проявляется во всем, в каждой мелочи и детали, в том числе и нашей внешней жизни. То есть не может быть верующим человек, который, скажем так, истинно, искренне любит Господа, и при этом полностью участвует, скажем, в какой-то светской вакханалии, при этом не следя за культурой, скажем, своего языка, своей речи, читая и смотря какие-то соблазнительные и явно вредные в духовном отношении книги и фильмы, человек, который уродует свое тело, там, скажем, татуировками, персингом, какими-то немыслимыми нарядами, прическами и так дальше. То есть этот человек не может являться христианином, потому что христианин понимает, что он создан по образу и подобию Божию, и что красота человека заключается в его душе, в его нравственных поступках. А тело, которое он имеет, оно такое, каким его создал Господь, за это нужно быть Господу благодарным, и оно является отражением нашей души. И, как об этом прекрасно сказал святитель Антоний Сурожский, вы, простите, митрополит Антоний Сурожский, я его уже назвал святителем, митрополит Антоний Сурожский, хотя, кто знает, может, возможно, он и будет прославлен в лике святых когда-нибудь. Вот так вот он прекрасную вещь сказал в отношении, вот взаимоотношения тела и души. Он сказал, что тело – это видимая часть души. Человек, он духовно телесен, причем до такой степени, что практически все, что происходит с нашей душой, оно выражается нашим телом и в нашем теле. Поэтому не зря еще, вот, скажем, Антон Павлович Чехов говорил, что глаза человека – это зеркало души. И действительно, очень часто можно по наружности человека, в общем-то, определить его духовное состояние. невозможно, чтобы человек духовной, духовной ширины, глубины, доброты, искренней веры, веры и, скажем, искренней любовью к людям, имел какой-нибудь злобный взгляд, там, с бегающими, какими-нибудь там глазками, с каким-нибудь таким прищуром. Вот. В это, честно говоря, трудно, не то, чтобы поверить, просто это невозможно. Многие вот люди удивляются, когда приходят там на беседы к старцам или к опытным священникам и поражаются тому, что часто священники начинают вместо людей рассказывать, скажем, пороки и грехи этого человека, а люди удивляются и как бы тогда спрашивают иногда, а откуда вы об этом знаете, батюшка? А батюшка знает, потому что батюшка видит, так сказать, уже наружность человека и может как бы идентифицировать, поскольку много людей приходится батюшкам исповедовать, и поэтому, глядя на какие-то характерные признаки в глазах человека, в его наружности, в лице, в повадках, в его жестах, в его мимике, вот часто приходят какие-то аналогии. И когда, как бы так, с человеком начинает батюшка разговаривать, часто оказывается это правда, и люди, почему же люди удивляются, когда говорят, батюшка, откуда вы знаете, вы как будто знаете мою жизнь. Но на самом деле это все говорит о том, что именно духовенство, которое глубоко знает, души человеческие, оно знает, как, какой именно порог, какой именно грех, какая именно духовная болезнь, каким образом проявляется на внешнем плане. Поэтому все очень-очень взаимосвязано. Итак, в какой-то мере завершая разговор о святителе Милетии, надо сказать, что очень много дел добрых, явных и тайных совершил святитель Милетии на Харьковской кафедре. Везде и всем, где он только мог, он благотворил. Кстати, милосердие и благотворительность были одним из главных свойств его души. Он пылал, он просто пылал пламенем любви к Богу и ближним. И это выражалось в целом потоке дел милосердия и его участия к людям страждущим. И по сей день много рассказов живет в Харькове и во всей епархии нашей о той кротости, бескорыстии, нестяжательности и сострадательности. святителя Милетия. А, кстати, мы только что в этом говорили, о его даре прозорливости, в даре исцелений и чудотворений. Сейчас мы послушаем проповедь. Продолжая исполнять миссию Христа Спасителя, отца Андрея, настоятеля Свято-Софийского храма, недавно открытого в нашем городе. В учении Христово святые апостолы проповедовали и ихние глаголы прошли концы вселенной. То есть проповедь Христова была поднята Его учениками и донесена до всех народов. Поставляя архипастырей, пастырей церкви, святые апостолы передали то святое учение Христа, дабы из уст церкви никогда не прекращалась проповедь. Чему призывал прежде всего Господь? Первые слова, которые произнес Христос, выйдя на проповедь, это были слова призыва к покаянию. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», призывает нас Христос. Покаяние – это то необходимое, что нужно для каждого человека, чтобы очистить свою душу, чтобы правильно оценивать свои дела, свои поступки и приближаться святостью к Богу. «Будьте обосовершенны, як Отец ваш Небесный совершенный есть», призывает нас Господь. Господь также учил вере, любви, кротоське. – это то, что составляет основу учения Христа Спасителя. И вот, дорогие братья и сестры, сегодняшний день, полнота нашей Харьковской епархии празднует День памяти одного из выдающихся святителей XIX века, святителя Милетия, архиепископа Харьковского и Ахтырского. Святитель Милетий, мы все прекрасно знаем его жизнь, житие. Прежде всего, был примером воздержания, кротости, нестяжания, любви к ближнему. Примером покаяния, молитвы, поста – вот те добродетели, которыми Он просиял и которые для нас должны являться основными критериями, к чему мы должны стремиться. Святитель Милетий высокообразованным архипастырем закончил Санкт-Петербургскую Духовную Академию. Он был поставлен инспектором Киевской Духовной Академии, а впоследствии и ректором Могилевской Духовной Семинарии. Вера должна быть разумна, как говорил святитель Григорий Богослов. Святители Василий Великий, Иоанн Златоус, Григорий Богослов также были примером архипастырей, которые были образованными и которые проповедовали Слово Божие непогрешимо и непорочно, так как заповедовали святые апостолы. И святитель Милетий, уподобляясь этим великим и вселенским святителям, также нес свет веры Христовой, свет разума. Поэтому сегодняшний день в преддверии святой Великой Четыридесятницы, воспоминая жизнь святителя Милетия для себя, что мы прежде всего должны взять в пример. Это пример поста и молитвы. Потому что с помощью этих добродетелей можно приобрести необходимые духовные силы для борьбы прежде всего со своими недостатками. Очень важно прежде всего видеть их. Апостол Павел, обращаясь к нам, говорит, испытывайте себя, а пребываете ли вы в вере? Потому что очень часто мы, имея какие-то внешние проявления нашей религиозности, внешние проявления веры, не видим нашего внутреннего духовного состояния. И часто так бывает, что оно расходится с внешними нашими проявлениями. Иногда в наших сердцах гордость, зло обитает. И когда мы приходим, кажется, для других, что вот мы пришли, молимся, молимся, но в то же время, если кто-то скажет нам слово, мы готовы сразу же ответить злом за злом. очень важно приобретать те дары Духа Святого, о которых говорит апостол Павел. Это мир, радость, терпение, терпение, вера, кротость. Вот то, что должно наполнять наше сердце и нашу душу. И мы тогда в жизни будем приближаться к Богу. Тогда мы будем на деле исполнять учения Христово. Тогда мы будем последователями святых апостолов и святых угодников Божьих. И поэтому, поздравляю вас с этим праздником, День памяти святителя Милетия. Еще раз напоминая в преддверии Великой Четверидесятницы, хочу указать на тот великий подвиг святителя Милетия как молитвенника и пастыря, архипастыря, который усердно совершал молитву и пост. Из жизни мы знаем, что он особенно страстная седмица ничего не укушал, а в других седмицах бывало так, что по несколько дней и до среды ничего не кушал. Конечно, это по его духовным силам, но в то же время это свидетельство веры, пример веры, благочестия, которым светит этот светильник нашей Харьковской Епатии, мощи которого находятся в нашем кафедральном соборе. Поэтому еще раз и еще раз радуясь этому событию сегодняшнему, будем стараться подражать тем добродетелям этого великого угодника Божия, нашего святителя Гмелетия. И, конечно же, будем мы сами предавать прежде всего суду своей совести наши поступки, наши мысли, наши слова, чтобы пристал на страшный суд Божий, мы уже до этого осудили себя и справились и через молитвы Святой Церкви Святителя Милетели обрели Царство Божие. Аминь. Спасибо. Спасибо. Слышали слова проповеди, которая, в существе, и начиналась известным изречением апостола Павла, которая является для нас основанием почитания святых. подражайте наставникам вашим и, взирая на кончину жизни их, подражайте вере их. Вот в этом вот святом подражании в этом нет ничего такого, скажем, идолопоклоннического. Любой человек нуждается в идеалах, каждый человек нуждается в каких-либо примерах. Не зря еще древние отцы церкви говорили о том, что если бы человек в своей жизни никогда не увидел в своей жизни благого примера истинного христианства, никто бы никогда ко Христу не пришел, потому что слышать правильные и красивые слова это на самом деле очень мало. Если мы не видим, как эти правильные и красивые слова реализуются в нравственном преображении человека, как они меняют к лучшему жизнь человека, как они делают его чище, светлее, добрее, то эти слова так и останутся красивыми словами. Именно поэтому надо сказать, что сколько прекрасных есть и было философских учений, да и религиозных учений на Востоке, на Западе, но они не приводили массово людей, не делали, скажем так, немного было последователей у этих учений. Почему? Потому что эти люди видели, что в жизни, к сожалению или к счастью, не было реализации, они не видели, как эти прекрасные красивые слова реализуются в жизни того или иного человека. Поэтому, естественно, люди и не шли за ними. А христианство, оно распространялось таким образом, что люди часто и не говорили собственно ничего. Были среди святых люди, которые, в общем-то, Евангелие никогда в руки не брали, не читали его, но по своей жизни они тысячи людей приводили ко Христу и делали их христианами. Так было особенно во времена 1 веку христианства, когда только лишь за то, что ты христианин, человека убивали без суда и следствия, зачастую сопровождая это убийство мучениями, добиваясь отречения от Христа. И многие люди, которые наблюдали за этими ужасами, они поражались мужественности христиан, потому что среди христиан были не только уверенные в себе мужчины, а были разные. Были и мужчины, и женщины, и старики, и старухи, и дети малые были, и все они исповедовали Христа, и язычники, которые приносили в храм жертву своим языческим богам, они задавали себе вопрос, а готов ли я пострадать так за своего Бога, которому поклоняюсь? Да, я, скажем, каждую неделю переношу жертву, скажем, богине Артемиде, например, а готов ли я жизнь свою отдать за нее? Готов ли я так страдать? И они реально понимали, что только лишь истинный Бог, которому поклоняются эти люди, дает им такую силу преодолевать совершенно нечеловеческие страдания, потому что святые мученики, ведь они были такими же людьми, как и мы с вами, они имели такое же тело, которое также страдало, которое также испытывало боль, и поскольку они имели такую же душу, как и мы, они также боялись смерти, боялись мучения, им также не хотелось умирать, не хотелось умирать в молодом возрасте, не хотелось умирать, опять же, не во время войны, когда смерть над каждым человеком ходит, а умирать в мирное время, когда кругом, как говорится, праздник жизни, И вот в этот праздник жизни сознательно идти на смерть, чтобы Бога не предать своего, не предать своего Отца Небесного, вот ради этого, конечно, это, конечно, просто поражало языческий мир, поражало язычников. И очень многие из них, глядя на эти вот страдания христиан, которые сейчас могли бы назвать фанатизмом, но на самом деле это был не фанатизм, это была преданность своему Господу, это была самая высшая ценность. Об этой ценности очень много говорится в святых Евангелиях, уподобляя Царство Небесное купцу, который, если находят сокровища на земле, то он всё продаёт, от всего отказывается для того, чтобы это сокровище приобрести. То есть нет более важного в этом мире, нет ничего важного во Вселенной, чем Господь и Его Святая Церковь. Вот за что умирали люди. Поэтому, опять же, продолжая, вот как бы, ну, подводя итог сказанному, надо сказать, что вера только в делах. Можно абстрактно веровать в кого угодно, вот, а по большому счёту, в общем-то, и в Бога несложно поверить. И во Христа несложно поверить. Это не такая уж и большая доблесть для человека, который умеет здраво и трезво мыслить. Вот, доказать самому себе бытие Божие, это очень несложно, особенно сейчас, когда наука развивается, когда информационные технологии, вот, достигли такого уровня, который каждый раз даёт нам понять о том, что всё же информация была первична, о том, что у закона должен быть законодатель, вот, и что у любого материального тела, у любой материи, всегда её должны были предварить, у неё должен быть создатель, этим словом. Вот об этом тоже можно долго говорить. Иными словами я к тому говорю, что достаточно много сейчас литературы такой апологетической, которая доказывает бытие Божие, и таких доказательств существует 21 доказательства бытия Божия, доказательства истинности Христа, доказательства Его рождения, жизни и воскресения, доказательства нетварности, то есть неземного происхождения Церкви, о том, что Церковь — это дело рук Божих, также есть доказательства богодохновенности Священного Писания, о том, что всё Священное Писание не есть дело рук человеческих, то есть всему этому есть очень много доказательств, и то, что люди не приходят к Богу и к Церкви, связано не с тем, что эти истины как-то плохо доказаны, а потому, что люди просто не хотят это всё принимать, им лучше или легче отстраниться от размышлений об этом или просто убедить в себе в том, что нет никакого Бога, нет суда, ничего нет, короче говоря, из того, чему учат Церковь. На самом деле есть колоссальная система доказательств, и человек, который хочет эти доказательства узнать, он всегда их узнает. Слава Богу, ещё раз повторяю, есть колоссальная сейчас литературная, много литературы сейчас, которая свободно распространяется и в книжных магазинах православных, и на интернет-ресурсах есть очень много, но практически на любой, скажем так, вопрос. Сейчас можно найти ответ, если мы остаёмся с вами непросвящёнными язычниками, вот те самыми язычниками, которых просвещал святитель Милетий, будучи на Пермской и особенно Иркутской кафедрах, то в этом вина, опять же, не потому, что в Церкви нет литературы или там нет информации, нет учителей. Это лишь дело нашей с вами лени, мы просто не хотим этого. Нам лень книжку почитать, лень даже зачастую газету в руки взять православную, там о каком-то празднике почитать или о каком-то таинстве, или о каком-то вероучительном догмате. Ну, вообще, о вере нашей, о вере нашей, о том, как жить надо, о том, как православие смотрит на те или иные вещи, происходящие в обществе. Вот, мы ленимся, а потом, чего удивляться, что мы такие дикие, непросвящённые, по-прежнему, спустя уже 10 веков после крещения, мы по-прежнему с вами такие полуязычники, полуправославные. Вот, как сказано было в 15-м столетии кем-то из святых отцов, что Русь крещена, но не просвещена. Вот, и по-прежнему, в принципе, можно сказать так, что наша Русь слабо просвещена. Вот, и в этом вина, конечно, не столько пастыри церковных, сколько в людях, которые затыкают свои уши, которые имеют такую лень, именно, что самое печальное, что лень духовную. Люди очень охотно читают разную билетристику, вот, охотно смотрят часами телевизор, еще больше времени тратят на компьютер очень часто, вот, охотно тратят время на телефонные разговоры, на общение с разными людьми, но совершенно не заботятся о том, чтобы, опять же говорю, потратить хотя бы там полчаса своего драгоценного, бесценного времени в день, чтобы просто что-то почитать, почитать полезное. Ну, вот так, если бы они хотя бы по полчаса уделяли время на чтение, да не просто там чтение, такой, знаете, жвачка для ума, или там просто взять книжку, почитать, а в этот момент где-то умом пребывать, где-то далеко от того момента, о чем пишет книга. А читать нужно так, чтобы с карандашом в руках обязательно, да еще лучше с тетрадкой, чтобы какие-то мысли, которые приходят в голову в момент чтения какой-то полезной книги, чтобы тоже выписывать в книжку, чтобы как-то размышлять об этом, чтобы получится почитать, а потом, когда по улице ходить или там в трамвае ехать, не просто там мечтать о чем-то или какими-то глупостями свою голову засорять, а как раз поразмышлять о прочитанном. А неплохо было бы с собой книжечку брать, и вот в метро не просто сидеть в мобильнике уткнувшись, или просто смотря там на рекламные объявления, которые расклеены в вагоны метро, а взять книжечку, да и почитать. Так, видишь, время быстрее пройдет, да и что-то полезное, да и польза для души появится. То есть, понимаете, опять же, вот всё наше такое вот нежелание себя духовно развивать, духовно, интеллектуально, причём я говорю сейчас не только о сугубо церковных и православных книгах, я говорю вообще о глубокой, высококачественной литературе. Многие из нас не считают классиков, читают всяких там современных авторов, которые там выходят в книги миллионными тиражами, но мы совсем не читали, скажем, Фёдора Михайловича Достоевского. Я скажу так, что прочитав буквально 2-3 произведения Фёдора Михайловича Достоевского, мы для себя православие и вообще мир церкви, мир Христа, мы совершенно по-новому откроем. Для нас совершенно по-новому откроется вообще сама суть христианства, которая раскрыта, например, в братьях Карамазовых, например, или в «Идиоте». Но прессию, конечно, это братья Карамазовы. Это, конечно, бесценный роман, это, конечно, сама... Так как Достоевскому удалось описать и душу русского человека, это, конечно, мало какому писателю вообще в истории удавалось. Но тем не менее, нужно читать подобную литературу. И призываю, допустим, смотреть какие-то фильмы, какие-то православные программы по телевидению. Надо понимать так, что можно смотреть не только о монастырях или историю каких-то епархий, храмов, или историю святых. Нет, не только это. Есть множество глубоких художественных фильмов, очень умных фильмов, причем не только, скажем, там, российского кинематографа, но есть и великолепная классика мирового кино, созданное, скажем, в Америке, в Италии, в Германии. Только надо знать, что смотреть. И обязательно смотреть надо с обсуждением. Нужно устраивать обязательно себе хотя бы там раз в неделю семейные просмотры, чтобы семью как-то собирать. Ведь мы же и разобщены все. А как прекрасно было бы собраться с семью членами семьи и детям в том числе. И посмотреть такой фильм, который, может, был бы потом в течение, скажем, этого вечера, посмотрев, обсудить, оценить поступки героев, обсудить поступки персонажей, показать и рассказать, особенно детям рассказать, что было хорошего сделано, что было плохого, почему было сделано многие вещи неправильно. То есть детей, если мы хотим детей приобщить на каких-то идеалах настоящей красоты, показать им настоящее, действительно рассказать им, что такое хорошо, что такое плохо, это нужно делать только лишь на примерах из жизни. Показать, что вот эта картина красивая, а это безобразная. Вот это воистину красота, а вот это, в самом деле, уродство, которое почему-то, вот по каким-то причинам, пытается показать, что это и есть красота. Вот как сейчас такое очень модное слово креатив. Я лично еще против не имею этого слова, на самом деле, я сам этим словом иногда часто пользуюсь. Но часто вот по таким вот креативам нам подается что-либо совершенно безобразное, совершенно возмутительное, которое несет один только вред, ничего хорошего не несет себе. Но прикрываясь такими вот новомодным словечками, многие люди даже не знают, что это слово означает, но вот как бы прикрываясь такими понятиями, за ними скрывается нечто совершенно безобразное и ненужное, бесполезное. Да, ну, простите, что, может быть, так отвлекся от нашей главной темы сегодняшнего события, события празднования в памяти свидетеля Милетия. Ну, в какой-то мере... Сейчас, простите. Завершая нашу сегодняшнюю с вами встречу, Хочу сказать о том, что в ночь на 25 февраля 1840 года около трех часов ночи святитель Милетий предал свою душу Богу. Характерно, что именно в три часа ночи это было время, когда обычно он всегда ложился спать после молитвы, после работы над перепиской, работая над книгами. Именно в три часа ночи он почил. Мощи его, тело его пребывало в Успенском соборе, которое до 1948 года это был кафедральный собор. Ну, а по окончании Великой Отечественной войны и реставрации благовеческого кафедрального собора, который был немного поврежден вследствие бомбардировок, когда был же восстановлен собор, то в 1948 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всеруси Алексия I Семанского митрополитом Харьковским Стефаном мощи святителя Милетия были перенесены из усыпальницы в Благовеческий собор, где они покоятся и по сегодняшний день в пределе святой великомученицы Варвары. Ну, а в постановлении Святейшего Патриарха Московского Всеруси Пимена и в постановлении Священного Синода от 21 февраля 1978 года святитель Милетия был причислен к лику святых в земле российской просиявших. Ну, и, как я уже говорил в начале нашей трансляции, службу ему и Акафист составил ныне покойный, высокопресвященнейший Никодим, митрополит Харьковский и Богодуховский. И в наши дни каждую среду вечером о рате с мощами святителя Милетия всегда служат Акафисты. читается тот самый Акафист, который был написан, составлен ныне покойным митрополитом Никодимом. Прах которого, кстати, покоится в нижнем храме, кстати, в пределе святителя Милетия. Так что, казалось бы, такая вот, видите, духовная преемственность вспоминается, как некогда Серафим Саровский, преподобный Серафим Саровский, один из величайших и почитаемых святых русской православной церкви. Анатель сказал, что я прославлю человека, прославившего меня. И вот, как мы знаем, в 1903 году он был прославлен в Лике Святых при непосредственном участии императора Николая II Романова. И, действительно, этот человек, царь-мученик со всем своим семейством, зверски замученным большевиками в подвале Епатийского дома в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года в самом деле был прославлен в Лике Святых на юбилейном архиерейском соборе 2000 года русской православной церковью. А задолго до этого, за несколько десятилетий до этого события царственные страстотерпцы были прославлены русской зарубежной церковью. То есть, вот как бы сбылись слова преподобного Серафима Саровского о том, что я прославлю того, кто прославит меня. Вот так и здесь святитель митрополит Харьковский Богодовский Никодим прославил святителя Милетия в Лике Святых. Он много трудов положил на то, чтобы собрать как можно больше о нем сведений, составил житие святого, написал службу ему и написал Акафист и ходатайствовал перед священным Синодом Русской Прославной Церкви о канонизации святителя Милетия в Лике Святых, что и было сделано в 1978 году. Ну и сейчас тело нашего прославленного легендарного митрополита Харьковского и Богодовского Никодима покоится в Нижнем Храме в пределе святителя Харьковского и Ахтырского Милетия. И каждый из харьковчан имеет возможность в любой день прийти в Храм, поклониться праху нашего прославленного владыки Харьковского митрополита Никодима и помолиться ему. Я убежден, пройдет время, не знаю, Господь весть, сколько пройдет времени, и владыку Харьковского и Богодуховского митрополита Никодима также канонизирует в Лике Святых в чине святителей. В этом практически нет сомнений, потому что владыка Никодим был человек воистину чистой и святой жизни, много потрудился, много написал книг, написал огромное количество акафистов различным иконам, различным святым, поэтому дело его прославления в Лике Святых это, пожалуй, лишь дело времени. А сейчас духовенство Харьковской Изюмской епархий во главе с Высокопреосвященнейшим митрополитом Ануфрием Харьковским и Богодуховским собрались у рати мощей святителя Милетия на молебен. Молебен обычно совершается по уставу положено в начале Божественной Литургии либо в отдельно взятый день по уже установившейся церковной традиции в конце Божественной Литургии в дни особо высоко торжественные духовенство выходит к иконе на которой изображается праздновый святой либо икона которая почитается в этот день либо к рати с мощами где таковые есть в данном случае это наш случай когда у раки с мощами сетиленник Милетия собралось духовенство чтобы особыми молитвами особым чином прославить ныне празднового святого на молебне обычно чин молебна составили таким образом что читаются вернее поются специальные тропари в которых излагается суть празднового события обычно это такая хвалибная песнь святому если празднуется святой в котором буквально в нескольких фразах как бы рассказывается о том что является основанием его почитания обычно перечисляются какие-либо нравственные достоинства перечисляются возможно какие-то труды которые он понес это все вот содержится в этой краткой песне которая называется тропарь ну после этого читается определенный отрывок евангелия который наиболее соответствует смыслу празднуемого события и по окончании евангельского чтения читаются особые молитвы в которых и спрашивается благодатная помощь от празднуемого святого либо от пресвятой девы Марии которые если это скажем праздник какой-либо богородичной иконы то всегда прославляется Матерь Божия которая всегда одна несмотря на то что существуют сотни икон с ее изображением но по сути Божья Матерь она одна а каждая икона выражает ту или иную сферу ее дела ее деятельности в отношении спасения людей то есть разумеется она помогает людям в разных обстоятельствах и вот эти обстоятельства которые происходят в жизни отдельного человека или в жизни даже отдельного государства или затрагивает какую-то особую сферу человеческой жизни связанная скажем его там трудом жизнью болезнью иногда исцелениями вот эти все действования они имеют отражение в той или иной иконе поэтому в одном месте скажем Пресвятая Богородица изображается как заступница грешных в другом месте как взыскание погибших в третьем как скажем испарительница хлебов например отражает тем самым свое заступление перед своим сыном божественным во время скажем так уборки урожая или например просто предстоит о том чтобы Господь подал обильный урожай но иными словами очень много действий Божьей Матери в том числе связанные с охранением и защитой целых городов и скажем так государств особенно государства нашего православного российского государства и в том числе было много явлено знамений и на территории современного государства Украина мы знаем очень множество икон которые именно здесь получили свое начало благодаря деятельному участию Пресвятой Девы Марии в жизни именно вот народа проживающего на территории нынешней Украины мы знаем есть и Почаевская икона и Святогорская икона и Ахтырская икона от которой мы сегодня поминали и Азерианская икона которая является одной из самых почитаемых на территории Харьковской епархии все эти иконы чудотворные которые явлены были чудесным образом вот иными словами вот на молебнах читаются особые молитвы в которых так или иначе отражается та или иная сфера делания того или иного святого или Царицы Небесной в жизни человека икона икона Слава Богу! 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 Молитву к нашему святителю, харьковскому чудотворцу, молитвеннику и заступнику, милетию, архиепископу Харьковскому и архиепископу. В сегодняшний день нельзя не вспомнить то время, когда благодаря преснопамятному митрополиту Никодиму в те годы атеизма удалось свершить для церкви большую радость и особенно для Харькова канонизировать святителя милетия. И сегодня благодаря митрополиту Никодиму в преснопамятном мы имеем святильника, который сегодня стоя у престола Вышнего молит за нашу церковь, за наш народ. Я искренне хочу поздравить всех нас с этим торжеством, которое нас святитель Милетий собрал в нашем соборе. Емолитвенно мы сегодня молились за украинский народ, за любовь друг к другу. И сегодня мы совершили молитву о тех людях, которые невинно пострадали, были убиены на Майдане в Киеве. Церковь всегда призывает, чтобы мы могли, имели возможность и призывает к тому, чтобы мы совершали молитву за мир, вспоминали тех людей, которые отдавали жизнь за мир. Я призываю всех нас, чтобы мы объединялись в молитвы общие, чтобы мы совершали их так соборно, как и сегодня, чтобы мы не разделили нашу веру и не разделили наш народ. Это очень важно для всех, для нас. Сохранили нашу веру, сохранили ту молитву, тот источник, когда мы всегда, как сегодня, собираемся, черпаем ту благодать, которая сегодня звучит в этом прекрасном храме. Еще раз хочу поздравить с праздником святителя Милетия, пожелать всем помощи Божией, чтобы мы приходили сюда, в собор, и имели эту возможность молиться вместе, совершать молитву за Украину, за народ, за нашу православную церкву, чтобы мы всегда жили в мире и согласии, чтобы всегда у нас был мир в сердце, чтобы имела возможность наша душа брать ту красоту в благодатной молитве. Я поздравляю всех нас с праздником, желаю всем помощи Божией, да хранит вас Господь на многие и благие лета. С праздником, святителя Милетия!